15.35 Центральный буфет начинает работу в студии Айсель Гериханова И... давай Рыбка Сергей Да, и сегодня к нам присоединяется губернатор Пульской области Владимир Груздев Поговорим о том, как скоро у него там в области возведут китайскую стену Вадим Сергеевич, приветствуем вас Добрый день Здравствуйте Я так понимаю, вы вот прям с самолета из Шанхая сразу к нам сюда? Сюда и сразу, можно сказать, на Питерский форум И сразу дальше на Питерский форум, не к себе в Тулу По поводу китайской стены, чтобы вы не недоумевали лишний раз Речь идет о том, что компания Great Wall будет строить или инвестировать в строительство завода в Тульской области К подробностям этой истории обратимся чуть позже Сейчас по горячим новостям Можно вам сразу вопрос? В Шанхае, судя по всему, состоялось Ну, мы наблюдаем какой-то итог этих продолжительных затяжных переговоров По газовому вопросу И, кажется, подписано некое соглашение между Газпромом и CNPC Вы там наблюдали за переговорами Возможно, не конкретно по газу, а в принципе, да За какой-то обстановкой, атмосферой Вот было ощущение, что к тому идет Потому что мы здесь с коллегами когда обсуждали Ну, честно говоря, уже вздыхали и думали, что не будет никакого конкретного итогового соглашения по газу Вот там, в Шанхае, это как выглядело? Ну, я хочу сказать, что сегодня в Китайской Республике Проходит второй день официального визита президента России Владимира Путина И, конечно, наше соглашение с компанией Great Wall Что в переводе на русский язык означает «Великая стена», да Просто вы бы сразу радиослушатели Не все хорошо так знают английский язык, как вы Надо пояснить И, конечно, наверное, самым важным и самым центровым, ну и самым объемным соглашением Это был проект соглашения между компанией «Газпром» и «Синписи» о долгосрочных поставках газа Речь идет о поставках 38 миллиардов кубов ежегодно И срок, если мне память не изменяет, около 30 лет То есть, действительно, соглашение объемное, очень, так сказать, важное И с учетом важности этого соглашения Было видно, что стороны заинтересованы в том, чтобы соглашение состоялось Ну, а дальше есть нюансы И я подробностей подписания У нас пока тоже, да, подробностей нет Подробностей подписания у меня я пока не знаю Но я думаю, что если такое соглашение и согласие сторон достигнуто То это очень позитивно для экономического развития не только России Но и китайской народной республики Потому что, хочу сказать, что Китай очень заинтересован в российском газе Потому что тот объем угля, который добывает Китайская республика Который, соответственно, перерабатывается, сжигается и так далее Производит разного рода энергию и топливо То это, конечно, очень сильно влияет на экологию Китая И, наверное, все наши граждане, кто бывал когда-то в Поднебесной или в Шанхае Они замечали, что солнце-то практически не видно Потому что всегда стоит дымка, мгла И, конечно, газ это экологически чистое топливо И Китайская республика серьезно заинтересована в развитии этих отношений Я понял То есть основная мотивировка, не основная, а один из ключевых мотивов экологический То есть не только политика такая тяжелая Я думаю, что, вы знаете, я думаю, что прежде всего это экономика Китайская республика самая быстро растущая экономика в мире на сегодняшний день Даже несмотря на то, что она замедляется То темпы замедления, даже при снижающихся темпах У них плановый рост в этом году чуть больше 7,5% Поэтому вы же прекрасно понимаете И база очень большая И уже ожидается, что к 2020 году это может стать экономикой номер один в мире Поэтому китайская сторона прекрасно понимает Что им нужны энергоресурсы И газ это просто одно из направлений по замещению Ну или скажем, по дополнительным возможностям по энергоресурсам Которых у Китайской республики просто нет Но сейчас, я как понимаю, все-таки ждут, пока нет на агентствах информации о цене По которой договорились и нет никаких поясений об условиях Я думаю, по срокам могут быть какие-то поправки Вот Вадим Сергеевич говорил, что это долгосрочная история на 30 лет, на 30-летие До 30 лет Я думаю, что основные условия это ценообразование и возможность предоплаты Ну то есть может быть некая похожая ситуация, как был контракт с компанией Роснефть Понятно, спасибо Вы участвовали в большом таком посольстве Все-таки позвольте, прежде чем перейдем к истории непосредственно с этой договоренностью с Грейт Вол Кто еще там представлял Россию, помимо президента, помимо представителей администрации, помимо наверняка представителей правительства, помимо представителей Газпрома Кто-то еще из российских регионов подобное вам представлял? Большое представление российских регионов Более 10 субъектов были в официальной делегации президента России Владимира Путина И действительно, правильно говорить, посольство было очень большое Было подписано более 40 соглашений Есть рамочное соглашение, которое определяет, скажем, направление деятельности А есть конкретное соглашение, как соглашение между Государственной корпорацией развития Тульской области и компанией Грейт Вол по строительству автомобильного завода Строительство начнется в августе текущего года И мы планируем, что первый автомобиль сойдет с конвейера в 2017 году А как давно появилась вообще идея этого взаимодействия? Мы работали над этим проектом почти полтора года Я почему спрашиваю? Потому что есть ощущение некой стихийности То есть наши представители приехали в Шанхай и тут же заключали десятки всех этих договоров То есть в случае СТУ это не стихийно, это продолжительная полуторагодовая работа У нас соглашение, оно не рамочное, оно конкретное То есть в августе месяце уже начнется строительство У нас определен земельный участок, у нас определенные объемы предоставления необходимых коммуникаций, инженерной инфраструктуры Определены юридические шаги, то есть по предоставлению земельного участка Юридические обязательства китайской стороны То есть это действительно долгосрочный достаточно переговор Они не простые были И вы прекрасно понимаете, что компания Great Wall, в отличие от остальных автомобильных производителей На территории России идет, не пользуется льготами по теме, которые имеют сегодняшние автопроизводители Это компания, которая начинает фактически с чистого листа Льготы сегодня у наших автопроизводителей действуют до 2018 года Я сказал, что мы ожидаем первый автомобиль в 2017 году И мы, соответственно, с учетом того, что первый автомобиль в 2017 году Смысла получать федеральную льготу не было смысла И, соответственно, мы идем только по региональным льготам И, мне кажется, это дополнительная даже, может быть, стима более глубокой конкуренции Вот вы сказали, что давно работа велась, по сути Но вот была информация также, что в 2013 году эта же компания хотела строить завоз Примерно вот в таком же формате в Приморском крае Вы как-то конкурировали с другими регионами за эту компанию? Или они все-таки... Конкуренция между регионами идет всегда Это нормально, потому что регионы, губернаторы и правительство регионов Они заинтересованы в том, чтобы создавались рабочие места Чтобы была дополнительная инвестиционная привлекательность И я думаю, что здесь неважно, российские это инвестиции или иностранные Мы заинтересованы в Тульской области при лечении любого рода инвестиций И я готов даже в прямом эфире назвать мобильный телефон Заместителя председателя правительства Тульской области Который ответственный за промышленное и экономическое развитие Тульской области Это Тихонов Денис Владимирович Мобильный телефон 7-980-589-9023 Бизнесмены, которые нас сейчас слушают, записывайте, обращайтесь Звоните со своими маленькими заводиками Приходите в Тульской области Плюс 7-980-589-9023 Тихонов Денис Владимирович Заместитель председателя правительства Тульской области Я вообще хочу сказать для всех предпринимателей, которые слушают нас, что при реальной поддержке, в том случае, если есть какие-то реальные проекты, вы можете получить очень существенную поддержку со стороны правительства Тульской области. То есть это не только рамочные льготы по налогу на имущество, по налогу на прибыль, которые действуют во многих регионах Российской Федерации, но в нашем случае мы готовы предоставлять за, скажем, символическую цену земельные участки, подведенные полностью обеспеченные всей инфраструктурой, для того, чтобы там были размещены новые производства. Мы заинтересованы в развитии логистических услуг и тоже готовы рассматривать предложения. И у нас есть готовые площадки сегодня на территории Тульской области. У нас шесть проектов в разной степени готовности для принятия наших иностранных и наших российских инвесторов. Ну, кстати, вот когда читал материалы, связанные с этим договором, который вы накануне подписали, там упоминался некий индустриальный парк Узловая. Я правильно понимаю, что вы в области, может быть, с оглядкой даже на московский Сколковский проект или еще на что-то, вот пытаетесь так секторами что-то развивать? То есть выделили какую-то площадку, и ее собираетесь загружать в различные проекты? У нас на сегодняшний день шесть площадок Ринфилд, которые, вот один из них Узлова, это самый крупный парк, 2,5 тысячи гектаров, остальные парки несколько меньше. Но у нас есть также площадки Браунфилд, то есть это существующие производства, которые были построены еще в советские времена, которые могут быть использованы в том числе для машиностроения, станкостроения, автомобилестроения, размещения в фармацевтической промышленности. То есть мы готовы работать с каждым инвестором индивидуально. Чаще всего, к сожалению, может быть, к счастью, но чаще всего сегодня инвесторы все-таки предпочитают Гринфилд, потому что, когда у них просто чистое поле, но подведены все инфраструктуры, железная дорога, автомобильная дорога, электричество, газ, тепло, вода, им проще поставить новые ангары, которые соответствуют всем современным требованиям по энергоэффективности и, соответственно, нет лишних затрат на снабжение. Потому что сегодня теплоноситель – это важная история. Возвращаясь все-таки к социальной нагрузке этого проекта, вы сказали о создании рабочих мест. Вот слушатели уже нам тоже пишут, а кто же там будет работать? Прописаны как-то квоты? Сколько должно быть именно людей, жителей Тульской области? Сколько они привезут собственных специалистов? Будут ли вообще привозить? На всего планируется создание до 2700 рабочих мест. И на начальном этапе количество китайских специалистов составит до 250 человек. По завершении строительства проекта и запуска конвейера их количество будет сокращено до 150 человек. Работать будут как раз жители Тульской области. Узловая расположена в Тульско-Новомосковской агломерации. То есть это в 25 километрах от Тулы и в 15 километрах от Новомосковска. Это та агломерация, которая фактически уже складывается. И Узловая сам по себе достаточно большой центр, где проживает около 80 тысяч человек. И вот на территорию индустриального парка Узловая мы планируем создать около 30 тысяч новых рабочих мест. Вот на этих 2,5 тысяч километрах. Ну а люди-то готовы работать? В смысле у вас со специалистами все в порядке? Как вы будете их готовить? Тульская область одна из немногих областей, которая сохранила очень сильный квалифицированный состав, кадровый состав. В Тульской области проживает 1 миллион 530 тысяч человек. А вот в Тульско-Новомосковской агломерации 1 миллион 100 тысяч. То есть здесь мы совершенно спокойно можем предоставить действительно серьезную подборку кадров. И в целом проблемы нет. Кроме того, мы готовы в наших учебных заведениях Тульской области готовить тех специалистов по тем промышленным направлениям, которым будут приходить новые инвесторы. Прочитая срочную новость, все-таки по ГАЗу, вот Миллер сообщение очень прекрасное. Цена контракта с Китаем это коммерческая тайна. То есть мы, видимо, так и не узнаем пока подробности. Слушайте, мы сейчас оперировали названиями различных территорий. Вы в том числе даже сказали, что одна из вот таких бизнес-площадок называется Гринфилд. Такое нелишенное экологического подтекста название. Но я припоминаю, что года два назад или три назад, по-моему, даже во время одной из прямых линий с президентом Путиным там речь заходила о таких районах, как Киреевский, Павловск, Плавск, простите. То есть районы, которые, так обобщая, именуют Чернобыльской зоной. У людей были вопросы по этим районам. Я так понимаю, узловая географически тоже где-то там рядом. Вот наличие этих районов как-то на инвестиционную привлекательность региона влияет? Вы знаете, действительно, часть территории Тульской области пострадала после аварии Чернобыльской атомной электростанции. Но те замеры, которые у нас проводит Министерство по чрезвычайным ситуациям, показывают у нас существенную положительную динамику. Узловая не находится в территории, ну, скажем так, зоны поражения. Но и вот поражение было достаточно большое в Плавске, но там, наверное, самое большое поражение всей Тульской области было. Но динамика очень существенная. И сегодня у нас мы подошли даже к тому моменту, когда производство сельхозпродукции на тех же территориях осуществляется безболезненно. Все-таки в продолжение темы. Какие-то социальные льготы, выплаты жителям этих территорий сейчас назначаются, полагаются? По Чернобыльской зоне, да, конечно. Это предусмотрено федеральным законодательством. Возвращаясь все-таки к автопрому и к китайским машинам. Вы проводили какие-то маркетинговые исследования, или эта компания проводила, возможно, маркетинговые исследования, готовы ли потребители покупать в России вот ту продукцию, которую они будут производить? Как я понимаю, речь идет о внедорожниках достаточно такого, ну, не эконом-класса. А вот Great Wall тут поди разбери, считать это внедорожники люксовыми, вот эти Haval, это, я понимаю, будет именно Haval выпускаться? Да, это будет производство на массах Haval, именно так образовывалось название. Может быть, название для Российской Федерации будет несколько иным, потому... В публикациях на тему даже какие-то там корифеи вот этой всей автотематики называют ее все равно Haval. Ну, по-живому видим, какое будет брендирование для России, потому что вы знаете, что одна и та же марка в разных странах иногда продается с разным, так сказать, названием. Это первое. Второе. Сегодня компания продает около 30 тысяч автомобилей по прошлому году, продаж на территории Российской Федерации, но большинство автомобилей привезено. То есть очень большое транспортное плечо, сами понимаете, это существенно влияет на ценообразование. Второе. Центральный федеральный округ, Северо-Запад, это как раз самые крупные потребители автомобилей. И просто хочу сказать, что для понимания, Китайская Народная Республика ежегодно покупается 27 миллионов автомобилей. Из них более 90% это собственного производства, и все остальное это только импорт. У нас же продается около 2,5-2, ну, чуть меньше 3 миллионов автомобилей ежегодно. При этом Китайская Республика на сегодняшний день производит более 25 миллионов автомобилей самостоятельно. Есть государственная компания, и компания Грэйт Волл, самая крупная частная компания по производству автомобилей, и компания с высокой нормой рентабельности и прибыльности. Мы уверены в том, что компания, прежде чем принимала решение о размещении автопроизводства, производить будут 150 тысяч внедорожников. Но это все-таки больше паркетный внедорожник, и я уверен, что ценообразование будет привлекательным. Они прекрасно понимают, что им нужно будет конкурировать с японскими, с корейскими автомобилями, поэтому здесь стоит вопрос, и есть срок и гарантии. Корейские автомобили сегодня предоставляют 5, а по некоторым маркам и 7 лет гарантии. Поэтому для китайцев это очень важно. Но они очень быстро развиваются. Поверьте мне, что по мере строительства завода, я думаю, что у них будет очень серьезно доработано производство. И они, я думаю, так же, как и Volkswagen, первыми, кто начнут производить в том числе и двигатели на территории России. На сегодняшний день никто из иностранных инвесторов, из иностранных автопроизводителей на территории России двигатели пока не производит. Завод начинает строить в этом году в Калуге Volkswagen. Поэтому у нас будет строительство завода полного комплекса. И планируется, что где-то в конце, в середине 2016 года будет начато строительство завода по производству двигателей. Планы у них достаточно амбициозные. Поэтому если они правильно отработают с ценой и с комплектацией и с условиями, я думаю, что они могут быть очень конкурентоспособны. Самому вам не случалось тестировать китайский автомобиль? Я на этой машине ездил. Могу сказать, что в целом автомобиль мне понравился. И качество, отделки. То есть вот все, что видит потребитель, все очень в приличном состоянии. Что они не производят? Они не производят трансмиссию. То есть трансмиссия – это тоже будущее. И, скажем, у них пока нет линейки для автомобилей с более мощными двигателями. Те автомобили, которые сегодня они производят, 1,6 и 2 литра собственного производства двигателей, соответственно, остальные более мощные они покупают. Поэтому у нас все-таки иногда любят машины с более мощными двигателями. Поэтому они думают о том, чтобы уже выпускать в том числе и марку с двигателем 3 литра. 52-й наш слушатель пишет. Мерседес собирался строить завод в России. Он не к вам или в Калугу? Вот европейцы к вам собирались приходить? Или вы, может быть, пытались привлечь какие-то европейские все-таки концерты? Я не могу комментировать вещи, которые у нас находятся в разной стадии переговоров. И, ну, просто потому что я занимаю позицию губернатора Тульской области. И мое любое рано сказанное слово может быть не так воспринято. При этом я стараюсь меньше говорить, а стараюсь больше делать. Но была ли какая-то конкуренция на стадии переговоров со стороны, возможно, каких-то европейских автоконсервов? Конкуренция есть всегда, но мы имеем все возможности для привлечения и остальных иностранных инвесторов. Давайте, может быть, я как раз еще продиктую в продолжение для наших российских инвесторов адрес своей электронной почты. Поэтому, так сказать, она очень простая. Это груздевсобачкатуларегион.ру Груздевсобакатуларегион.ру Если у вас есть вопросы к Владимиру Сергеевичу, пожалуйста, обращайтесь. Слушайте, давайте, раз мы к адресам, контактам обратились. Напоминаю, наши номера прямого эфира 7373-94-8. Это телефон для звонков, прямой эфир, код 495, не забывайте. СМС-сообщение ваше принимаем на номер 7-925-88-88-94-8. Ну, сразу несколько сообщений есть от разных слушателей, видимо, бывающих у вас в гостях. 57-й спрашивает, почему в Туле такие ужасные дороги? Следом за ним спрашивает, так, 51-й слушатель был в Туле, ужасно разбитые дороги. Почему в регионах всегда эта проблема? Совместных предприятий в Туле навалом. Далее несколько вульгарно, но все-таки спрашивает слушатель, что бабла нет, что ли? Почему к дорогам претензии у слушателей у наших, у московских? Наверное, 51-й, 57-й давно не были в Тульской области, поэтому мы их приглашаем, что они посмотрели. И Тульскую область, мы в этом году, М4, это у нас две основные федеральные трассы, М2 и М4. М4 у нас полностью функционирует, приведена в порядок, М2, в этом году мы завершаем ее капитальный ремонт. Дороги регионального значения, в том числе в славном городе Герои Тули, мы приводим активно в порядок, поэтому 51-го, 57-го, видимо, давно не бывавших у нас в гостях приглашаем. Хочу сказать, что М2 на территории Тульской области полностью освещена, и такой дороги нету, наверное, ни одной. В подробности по газовому контракту появились. Общая стоимость 30-летнего контракта, все-таки Миллер нам сообщает, составит 400 миллиардов долларов. Имеем это в виду. Давай к смс-сообщениям, просто есть вопросы. Вы уже сказали, что сперва будет достаточно большое количество китайских специалистов трудиться на этом производстве. Нет, небольшое. Но потом оно будет сокращаться. Мы на начальном этапе ожидаем не более 10% от общего числа. Да, действительно, тогда немного. Но вот 38-й хочет уточнить, а строить предприятие кто будет? Китайцы в данном случае, они готовят тендер и будут проводить тендер. Который может понять участие в нашей компании. Они предполагают, что генподрядчик будет российский. И спрашивает вас 01-й, а сами вы пересядете все-таки на китайский, Тульский автопром? У меня выбора нет, конечно, пересяду. То есть будете ездить 2017-го? Буду ездить на машине, которая произведена на Тульском автомобильном предприятии. Точно так же, как мой коллега Анатолий Дмитриевич Артамонов ездит на автомобиле, который произведен в Калуге. Мне кажется, это очень правильно и очень патриотично с точки зрения представления области. А почему нет? 7373-94-8. Это телефон нашего прямого эфира. Кот 495. Можете вслух сейчас, соответственно, задать свой вопрос Вадимиру Сергеевичу Груздеву, губернатору Тульской области. Да. 7373-94-8. Алло, слушаем вас. Нет, что такое. Вот, вас тогда слушаем. Добрый день. Добрый день. Слушайте, пожалуйста, и большое вам благодарность, что помогаете городу Герою Керчи. А вот предприятия этого города будут интегрированы в ваши проекты? Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, есть соглашение между городом-героем Тулы и городом-героем Керчь. На сегодняшний день основная, конечно, работа – это вхождение Керчи в российское законодательство, потому что оно очень сильно отличалось от украинского. И мы в том числе планируем налаживать вопросы кооперации между предприятиями Тулы и Керчи. 7373-94-8. Присоединяйте к нашему разговору, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я при нашем взвине, возможно, я буду грубарен, но ваш гость лукавит. В Пульской области такой бардак и такой уровень. А на какую-нибудь конкретную проблему укажите, что вы так обобщаете? Хорошо. Это город Олексин Тульской области. Там живет моя мама. Мы туда ездим периодически. Дороги вот так центральные. Все, только в сторону, даже по-разному. Перекрыл как-то уже разбитые. Выслушали вас. Спасибо. Не верят вам в наличие этой невероятно освещенной дороги? Ну, не совсем так, потому что как раз вот женщина, которая ездит в Олексин, если я правильно услышал, как раз она пользуется услугами трассы М-2. И как раз вся трасса в ночное время, она освещается. Что касается непосредственно дорог уже внутри, скажем, муниципальных образований, там действительно есть чем заниматься. И этими вопросами мы занимаемся достаточно четко. Поэтому, вы знаете, важно стараться видеть позитивное. Стакан бывает наполовину пустой, наполовину полный. Поэтому от того, как вы воспринимаете действительность от этого, она так и складывается. А о вашей маме мы обязательно позаботимся. Удачи вам. Ну и для равновесия 17-й пишет. Да нормальные дороги в Туле. В общем, вот такая у нас дискуссия по поводу дорог. Едите, убедитесь все-таки эффекта. Приглашаю всех в Тулу. У нас огромная, так сказать, туристическая привлекательность. Это, конечно, и Ясная Поляна Толстой, и Поленово, и, конечно, Куликово поле. Владимир Груздев, губернатор Тульской области, был в студии «Говорит Москва». Далее информационный выпуск. После него мы вернемся с программой «Центральный буфет». Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.